В Судане проходит очередная попытка военного переворота. Ночью 25 октября неизвестные военные подразделения арестовали нескольких политических деятелей, включая премьер-министра Абдалу Гамдека, четырех министров, гражданского представителя Переходного суверенного совета страны, нескольких губернаторов штатов и руководителей политических партий. Ключевое определение в данном случае – это неизвестные военные подразделения, потому что пока не все официальные военные предоставили свои комментарии. Любопытно, что эта попытка госпереворота совпала с визитом спецпосланника США, поэтому внезапность – не совпадение, а происки российских прокси-сил, которые несколько лет раскачивают ситуацию. В пользу того, что за действиями неизвестных военных подразделений стоят кураторы Кремля, говорит, несколько факторов. Все разыграно по сценарию, который характерен только для действий российских их тамнетов. Во-первых, задержаны ключевые чиновники, арест которых парализует работу Переходного правительства Судана. Во-вторых, попытка переворота должна была произойти еще полтора месяца назад, когда в Международном аэропорту столицы внезапно был обнаружен местный военторг с российским оружием, который прибыл самолетом из Эфиопии. Тогда силам Переходного правительства удалось конфисковать большую часть груза, однако часть вооружения пропала неизвестно куда. С огромной долей вероятности, именно это оружие используют неизвестные военные подразделения. В-третьих, России кровь из носа нужна военная база в Судане, но действующее правительство, проанализировав перспективы, дало Москве отворот-поворот. По предварительной информации, повстанцы хотят создать подобие военной хунты. Визит в Судан спецпосланника США, который привез предложение Переходному правительству, точно сорван. Предложение Госдепа наверняка не понравилось московским кураторам и группам военных, которые они поддерживают, поэтому пришлось форсировать события. Попытка переворота вызвала массовые протесты в столице Судана. Напомним, что в этой стране сложилась сложная ситуация с жестким противостоянием демократических сил и военных, которые до недавнего времени делили между собой полномочия. Гражданских представителей можно считать прозападными и демократическими, а среди военных много пророссийских. В случае падения нынешнего переходного правительства Судан потеряет поддержку Запада, в частности США, которые недавно исключили страну из числа поддерживающих терроризм. Российский МИД уже официально поддержал происходящее в Судане, заявив, что уважает выбор суданского народа, тогда как ООН переворот осуждает. Надо отметить, что гражданская часть населения далеко не в восторге от перспектив военного правления. Уже был опыт 30-летней диктатуры во главе с Амаром Аль-Баширом, который также пришел к власти в результате военного переворота и за время правления уничтожил полмиллиона суданцев, приведя страну к изоляции и тяжелому экономическому кризису. Основной костяк тех, кто раскачивает ситуацию, состоит из приверженцев бывшего президента. Субтитры создавал DimaTorzok